Здравствуйте, уважаемые коллеги и будущие коллеги! Меня зовут Светлана Брунникова. Я клинический психолог, кандидат психологических наук, выпускница факультета психологии МГУ. Я руководитель Центра интуитивного питания «Интуит» и президент Ассоциации специалистов и организаций, работающих с расстройствами пищевого поведения. Сегодня специалисты помогающих профессий ежедневно сталкиваются с признаками эпидемии расстройств пищевого поведения. И это проблема мирового масштаба, не только российская. Очень остро стоит проблема подготовки специалистов в этой области. До сегодняшнего дня программы, которая бы обучала специалистов помогающих профессии, работе с расстройствами пищевого поведения по современным доказательным протоколам, не существовало. Но благодаря инициативе факультета психологии МГУ и совместной работе и сотрудничеству факультета психологии МГУ и Центра интуитивного питания «Интуит» такая программа появилась, и я с радостью и гордостью представляю ее вам и приглашаю вас стать ее участником. В этой программе мы будем обучать вас тому, чему сегодня на территории Российской Федерации никто и нигде не учит. А именно, работе с расстройствами пищевого поведения в рамках современных доказательных протоколов. Что такое современные доказательные протоколы по РПП? Это программы терапии, программы интервенций, которые сочетают в себе наиболее валидные методы диагностики и наиболее эффективные, подтвердившие свою эффективность в многочисленных исследованиях методы терапии. Специалисты во всем мире сегодня признают, что работа с РПП не может осуществляться в рамках одного единственного метода. Для того, чтобы эффективно лечить расстройства пищевого поведения, необходимо владеть многими разными методами, причем не все из них это терапевтические подходы. Некоторые это диетологические и нутрициологические подходы. И все это мы с вами будем изучать в нашей программе. Очень большое место в нашей программе занимают поведенческие методы терапии расстройств пищевого поведения, как подтвердившие свою наибольшую эффективность. Мы изучим с вами протоколы когнитивно-бихеверальной терапии для работы с булимией, для работы с анорексией, для работы с ожирением. Мы познакомимся с таким эффективным методом, как диалектико-бихеверальная терапия. И разберем, каким образом метод диалектико-бихеверальной терапии можно применять для работы с расстройством пищевого поведения. Мы изучим с вами диетологический подход известного американского диетолога Марша Херин и научимся тому, что называется менеджмент или управление питанием. Это основа, фундамент лечения расстройств пищевого поведения. Мы поговорим и о других методах, которые являются палеотивными, дополнительными в работе с РПП, арт-терапевтических, телесно-ориентированных. Но не они играют главную скрипку в лечении РПП. Наш курс, несмотря на то, что он будет проводиться онлайн, исключительно практический. Это означает не только, что мы с вами будем изучать только то, что работает. Это означает, что с самой первой лекции мы будем с вами много и много практиковаться. Будут ролевые игры, занятия в малых группах, просмотр реальных терапевтических сессий и имитация терапевтических сессий на наших занятиях. Приходите, если вы хотите стать настоящим специалистом по работе с расстройствами пищевого поведения. В первую очередь вы получите уникальные знания. Одна из проблем подготовки специалистов в нашей стране заключается в том, что абсолютно все пособия по РПП написаны в основном на английском языке и не переведены на русский. Поэтому для специалиста, который не владеет языком свободно, осваивать такую литературу бывает сложно. Я для вас переработала этот материал в простой доступный лекционный материал, который позволит вам получить эти знания, даже если ваш иностранный язык не очень хорош. Вы получите, кроме знаний, практические умения и практические навыки работы с клиентом. Вы будете знать, что делать, когда клиент приходит на первую встречу. Как проводить клиническое интервью? Какие именно методики, тесты вы сможете использовать для того, чтобы замерить эффективность вашей работы и уточнить диагноз? Какой классификации вам нужно будет пользоваться для того, чтобы определить диагноз вашего пациента? И, наконец, какие интервенции вам нужно будет наметить для того, чтобы человеку, который обратился к вам за помощью, действительно стало лучше? Я очень жду вас на этом курсе и буду рада поделиться всем, что я знаю и всем, что я умею. А знаю, умею я немало, поскольку много лет я работаю клиническим психологом-психотерапевтом, который работает с расстройством пищевого поведения в Низерландах. Приходите! До встречи в сентябре на факультете психологии МГУ. До свидания!